Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая, каналы вязания и обо всем, что связано с вязанием. Сегодня у нас пятница, а это значит, что у нас сегодня третий старт наших ноябрьских трех стартов. И у нас уже сейчас 8 часов утра. А вы скажете, как это 8 часов утра, и ты снимаешь видео? Обычно я снимаю видео прямо рано-рано-рано утром. Я всегда говорю, что сейчас 5 утра, что сейчас начало 6, ну 6 в крайнем случае, потому что я в 7 в начале 8 выбегаю из дома на работу. А сегодня? Сегодня у меня нет детских садов, поэтому я могу пойти чуть-чуть попозже. Но приду я сегодня тоже чуть-чуть попозже, потому что в 4 часа дня у нас начинается Олимпиада. И к нам приходят из нескольких школ, мы принимаем, в этот раз мы принимаем Олимпиаду. И начнется она в 4 часа и продлится 180 минут, то есть закончится в 7 вечера. Домой я приеду часов в 9 в начале 10. Представляете, как мне захочется что-то вязать? Нет, вязать, конечно, захочется, но будут ли у меня силы, я не знаю. И что же я сегодня буду делать? Я сейчас вам покажу пряжу, и, наверное, я сегодня свяжу образец. Но буду ли я вязать вечером или нет, и смогу ли я вам показать то, что я начала вязать или нет. Но в любом случае в итоговом видео я обязательно покажу, хотя бы какие-то продвижения у меня будут. Итак, пряжа. Вот у меня есть вот такая замечательная таблетка. Это Ернарт Флауэрс Альпакан. Здесь цвет номер 431. Так, 20% в составе Альпака и 80% акрила. 250 грамм – это 940 метров. Вот, знаете, такая вот, вот берешь в руки, во-первых, это очень мягкое. Очень такое вот хочется вот так вот все время трогать, жамкать, мять, прижимать. Вот мне вот эта вот пряжа, когда я беру в руки, мне напоминает, знаете, что облачко. Вот такое невесомое, легкое, комфортное, нежное облачко. И то, что я из этого свяжу, оно должно быть тоже такое же комфортное, легкое, обволакивающее, нежное облачко. Посмотрите, какие красивые цвета. Вот этот цвет необыкновенно красивый. Это не чисто голубой, он ближе к морской волне. Мне очень нравится этот цвет. А я забыла еще сказать, что эту пряжу мне подарили. Мне подарила Ирина Полевода. И я, когда Ира мне ее прислала... Ира, огромное спасибо тебе за эту пряжу. Очень она мне нравится. Да, кстати, вот я сейчас смотрю на экран, и мне кажется, она у вас темнее смотрится, чем я ее вижу. Ну вот Ира, когда прислала, я думаю, боже мой, мне же надо будет связать шаль или бактус или что-то. Но я это не ношу, я это не люблю. У меня нет, у меня была одна шаль, мне ее дарили. Она у меня лежала, лежала, лежала. И потом я отдала, потому что, ну, смысл, чтобы у меня в шкафу лежала какая-то вещь, которую я не ношу и которая мне не нужна. И я думаю, может мне жилет связать? И у нас с Ирой совпали мысли, она ей говорит, ну, я ей говорила, Ир, придется мне вязать, наверное, какую-то шаль. А она знает, что я шаль не... Это не моя песня шаль, не моя тема. Она мне говорит, слушай, свяжи жилет. Я говорю, надо, что у нас с тобой одномоментно вот совпали идеи связать жилет. И я уже давно думаю об этой... Лелею эту мысль, выращиваю в своей голове, развиваю и думаю. А я в прошлом году или в этом году, в самом начале, не помню, я вязала себе жилет из бобинной пряжи, серой. Он мне очень нравится, он очень комфортный, вот он теплый, он легкий, он нежный, он замечательный. Но я думала, я свяжу такой же. Только у меня тот жилет связан с своеобразным вырезом, а этот, я думала, сделаю лодочкой. Но потом я решила, нет, я не хочу такой же жилет, я хочу другой. Вообще у меня в планах есть несколько жилетов. Как-то меня в последнее время потянуло на жилеты. И я решила, что я сделаю другой. Вот тот, который у меня в планах. И вчера вечером я послала жилет дочери, послала эту пряжу, фотографию. Я говорю, слушай, вот я не знаю, хочу такое жилет, но я не знаю, хорошо ли будет из этой пряжи. Какие-то вот у меня сомнения гложат. А нам, мне говорят, пишут, нет, лучше сделай из однотонной. Вот мне тоже кажется, из однотонной пряжи тот жилет будет лучше смотреться. Из однотонной пряжи. Да, я согласна, из однотонной пряжи. А как мне этот жилет связать? Вот желание есть, есть несколько разных вариантов, и я не пойму, какой вариант мне нужен. Вот чёткого представления, чёткого жилета я ещё не вижу из этой пряжи. Я не пойму, что мне нужно. Я понимаю, что из неё надо вязать совершенно гладкий. И я не хочу никакие косы, никакие ораны, никакие переплетения. Вот просто гладкий жилет. Наверное, я и сказала, что какой жилет у меня будет. Просто гладкий жилет. Но всё равно что-то ещё нужно. Вот что-то, вот какой-то точечки, какой-то запятушечки не хватает в том, чтобы начать мне, чтобы в моей голове созрел вот именно этот жилет. Но я надеюсь, что он созреет. Но я не знаю, когда я его довяжу. Нет, не так. Сегодня вряд ли я его начну. Но, во-первых, я свяжу образец, потому что пряжа незнакомая. Надо просчитать. Хотя, в общем-то, 250 грамм, 940 метров. Можно просчитать, сколько в одном, сколько в 100 граммах. И, в принципе, может быть, и не обязательно делать, образец связать. Но всё-таки образец свяжу. Производитель рекомендует спицы 3,5-4. 3,5. Я думаю, что я попробую на тройке, на тройке с половиной и на четвёрке. Кажется, мне тройкой будет очень плотно. А вот я не знаю, как будет четвёрка. Хорошо, не рыхло ли. Но попробую. И ещё хочу посмотреть видео, если есть на канале, вот из этой пряжи. Хочу посмотреть, как вяжут девочки. Потому что пряжа, в общем-то, уже давно. И какие-то образцы, вернее, что-то из неё вязали. Я хочу посмотреть, на какой плотности, как вязали. И взять себе тоже, ну, как образец не за основу, а как образец. Что с чего, собственно, с чего двигаться. Куда двигаться, в какую сторону, в сторону каких спиц. И вообще, вот, ну, наверное, вот этот бежевый цвет я вообще уберу. Потому что, ну, бежевый цвет, наверное, не совсем мой. Я думаю, что я хочу начать со светлого. Вот, наверное, вот отсюда. И вот идти вниз на синий цвет. Я думаю, что мне хватит вот этого. А вдруг не хватит. Вот, то есть у меня вопросов миллион. Пока ответа нет никакого. Но вопросов миллион. А может быть, начать с бежевого цвета. Почему не попробовать? Хотя бежевый я, в общем-то, наверное... Я не помню, чтобы я носила такой цвет. А с другой стороны, почему бы не попробовать и не поносить? Правда? Ну, в общем, не знаю. Не знаю, что это... Это будет жилет, но какой он будет, я не понимаю. Есть у меня кое-какие намётки уже. Я пойду... У меня сейчас есть немножко времени. Пойду попробую связать образец. Постираю. Сделаю расчёты. И если я сегодня вечером что-нибудь начну вязать, то завтра рано утром я выпущу видео и покажу, что я начала вязать. Ну, а в итоговом видео обязательно будет хоть небольшое продвижение, но оно будет обязательно. Ну, вот и всё, сколько я вам наговорила всего. Пойду пробовать, пойду вязать образец. И с вами встретимся уже во втором включении. Всем доброго дня. Сегодня у нас суббота. Сегодня уже, наверное, 4 часа. Начало пятого. И это моё только второе включение. Собственно, почему так поздно? Вчера... Да, я вчера пришла поздно, очень с работы. После Олимпиады, честно говоря, у меня уже просто не было ни сил, ни желания. Мне вообще ничего не хотелось. Я хотела отдохнуть. Я вчера ничего не вязала. А сегодня с утра я ездила в магазин пряжи. Даже сегодня, представляете, я проспала. Я когда открыла глаза, боже мой, а мне через полчаса выбегать надо из дома. Ну, в общем, я опоздала чуть-чуть. Я опоздала минут, наверное, на 4-5. Ну, в общем, это нормально. Дело в том, что в том магазине несколько разные цены. В зависимости от того, когда ты приходишь, там цены разные. Поэтому я торопилась, чтобы успеть. Хотелось бы всё-таки немножечко купить по приятной цене пряжу. Но об этом я расскажу в другом видео о пряже, о магазине. А сейчас я хочу показать, что я всё-таки успела немножко сделать. А я думала, что я буду вязать эту жилетку. Так как я уже вязала свою серую. Я говорю всё время серую-серую. Но, конечно же, вы не помните её. Я посмотрю, если я найду фотографию, то я вставлю эту фотографию. Она у меня очень комфортная. Просто замечательная жилетка. Тёплая, комфортная. Вот легчайшая, мягчайшая. Ну, вот прям вот... Хотя я не очень люблю жилетки. Но эту вот просто обожаю. И решила ещё такой же себе связать. А потом у меня мысли побежали-побежали. Я думаю, вот я такую хочу, вот я такую хочу. И в итоге стала вязать образец. Связала резинку, небольшую резиночку. Но хочу сказать, резинку вообще не держит эта пряжа. Но никак не держит. Дальше производитель рекомендует спицы 3,5. Я посмотрела, в принципе, ниточка такая вот, не тоненькая. Я думаю, наверное, 3,5-4. Но провязала вот здесь вот кусочек 3,5. И потом ещё кусочек четвёркой. Да, 3,5. 4 хорошо, очень неплохо смотрится. Но 3,5 мне больше понравилось. И потом я решила, что да, я возьму спицы 3,5. Вот здесь ещё у меня 3,5 провязана. Та жилетка у меня связана разными спицами. И я эту тоже буду так же вязать. Но я не помню, какими спицами я вязала ту жилетку. Здесь я взяла 3,5 и 5. И вот вообще между ними, вот видите, какая... Вот я подняла на свет. Смотрите. Вот такая небольшая разница. Вот эта вот белая полосочка, ещё оттягиваю, этот 5. А оно должно быть хорошо видно. Я возьму 3,5. И вот здесь вот оно чуть-чуть видно, что спицы другие. Видите, немножко такая вот выпуклая, да, полосочка. Но это мало очень. Это нужно, чтобы было более видно. Возьму 3,5 и либо 8, либо 9. Наверное, восьмёрку возьму. Посмотрю по спицам. Восьмёрку у меня точно есть, по-моему, девятка есть и семёрка есть. Посмотрю, что я возьму. А может быть, десятку возьму. Я попробую образец свяжу, попробую. И знаете, что я решила, что, наверное, я начну вот с этого синего цвета, с голубого вернее, как я и планировала. В принципе, я бы начала и вот с этого бежевого. Но его здесь немного в центре. Вот видите, дальше идёт уже всё. Этот бежевый заканчивается. Идёт бежевый с белым. И то есть у меня вниз бёдра будут вот такого светлого цвета, да. И это как бы будет увеличивать визуально не очень хорошо светлый. Поэтому я начну с голубого и буду идти наверх. Вот. Ну, сегодня, я завтра, я не знаю, сколько я повяжу, сколько сегодня повяжу. Потому что у меня есть процесс, который я очень хочу попродвигать. Хочу его даже вот, ну, попродвигать не то слово, прям хочу его продвинуть до основания. Мне надо его закончить. Прям вот сегодня-завтра. А жилетку я обязательно начну, обязательно начну. А уж насколько продвинусь, посмотрим. Потому что завтра у меня тоже такой день. Завтра меня в гости пригласили родственники. И не пойти к ним я не могу. Потому что это, ну, там, событие такое, что нужно сходить обязательно. Ну, и почему бы не пойти к родственникам. Правда, они мне не прямые родственники. Но, тем не менее, надо обязательно будет сходить. И ещё у меня завтра кое-какие планы надо будет сделать. Так что, что я завтра повяжу сегодня за вечер и завтра. Правда, сегодня я собираюсь попозже посидеть. А сегодня и завтра за вечер мы с вами узнаем только в понедельник. Потому что я сама тоже не знаю, что же я навяжу сегодня и завтра. Ну, и покажу всё, что я связала в понедельник. В понедельник будет итоговое видео. Всё, что я связала за эти триастарты. Ну, вот, наверное, и всё. Всем девочкам желаю добра. Всем желаю хороших выходных, творческих успехов, радости, благополучия. И самое главное, крепкого-крепкого здоровья. До скорых встреч. Всем пока-пока.